Здравствуйте, это Рынки Позиции в студии Елена Крупова. Битва фундаментальных и технических аналитиков продолжается. И на текущей неделе эстафетную палочку переняла новая команда, новая двойка. И за технических аналитиков на этой неделе поборется Николай Подлевских, начальник аналитического отдела ИК Церих Капитал Менеджмент. Команду фундаментального анализа поддержит Артем Деев, руководитель аналитического департамента А-Маркетс. Накануне были сделаны уже рекомендации и давайте посмотрим, как они сработали. Итак, техническая команда решила в преддверии дивидендного периода сделать ставку на покупку привилегированных бумаг сургут нефтегаза. Покупка была рекомендована от уровней 38,6-38,7, но пришлось немножко скорректировать этот уровень, поскольку на момент дачи рекомендации в эфире была котировка 38,85 и, соответственно, засчитывается вход, покупка именно от этого уровня. Стоп-лосс был обозначен на уровне 37,5, цель 39,6 и, соответственно, ни стоп-лосс, ни тейк-профит не сработали. И мы засчитываем доходность по закрытию торговой сессии, это 39,13 руб. в районе 0,7%. Таким образом, рекомендация технической команды сработала. Давайте посмотрим на фундаментальную команду, которая делала ставку на короткую позицию в отношении валютной пары евро-доллар. И вот мы бы увидели открытие шарта от отметки 1,113, стоп-лосс был обозначен на 1,119, цель 1,10. Ну, соответственно, аналогичная ситуация, ни стоп, ни тейк-профит не сработали. И мы считаем по закрытию торговой сессии, это 1,1154, просадка составила бы 0,2%. Таким образом, у нас сработала рекомендация технической команды, ей же причисляется и один победный балл. И в результате у нас 1,0 в пользу техников. Но с начала текущего года, напомню, продолжает лидировать фундаментальная команда со счетом 78,63. Таким образом, переходим сейчас к обсуждению текущих насущных ставок, сохранений. Ну, а дальше уже перейдем к сегодняшним рекомендациям. Итак, Николай, сургут нефтегаз привилегированный. Вы сказали, что 18-го будет отсечка. Соответственно, имеет ли смысл оставлять, сохранять до этого периода сургут нефтегаз привилегированный в своем портфеле? Я думаю, что да, действительно имеет. Но если говорить о краткосрочной игре, то, в принципе, можно позицию и закрыть, для того, чтобы зафиксировать полученный балл. Дело в том, что сегодня ситуация на рынке немножко изменилась. Сейчас появилась тенденция к снижению цен нефти. И это, конечно, тоже фактор для сургут нефтегаза и для рынка в целом. Но вместе с тем, сургут нефтегаз привилегированный. Просите, что перебиваю. Сегодня практически единственная растущая бумага на российском фондовом рынке. Может быть, еще есть? Да, действительно, она часто используется как хеджирующий компонент по отношению ко всем остальным нефтегазовым бумагам. Но если это возможно, то, я думаю, что имеет смысл оставить. В принципе, я говорю, что имеет смысл оставлять вплоть до даты отсечки, которая с учетом... Но с учетом Т плюс 2 тут нужно еще... То есть, немножко заранее нужно будет избавиться от бумаги, если вы не хотите... То есть, за два дня до даты отсечки. А скажите, в чем же тогда хеджирующий смысл привилегированных бумаг сургут нефтегаза по отношению к другим? Хеджирующий смысл состоит в том, что бумаги сургут нефтегаза двигаются иногда, ну и довольно часто против движения цен на нефть. Дело в том, что у компании «Сургут нефтегаз» очень высокая валютная позиция, долларовые депозиты. И за счет потенциального роста доллара снижение цен на нефть для них оказывается благоприятным. Также отмечу сегодняшние новости о том, что лицензия «Сургут нефтегаза» на поиск нефти продлена еще на 100 лет на разведку и добычу полезных ископаемых. Соответственно, до 2115 года можно совершать эти действия сургут нефтегаза. Ну, какой-никакой тоже позитив. Что ж, Артем, давайте посмотрим на вашу рекомендацию евро-доллар. Будем ли мы ее сохранять? Верим ли мы в короткую позицию или меняем на противоположную? Безусловно, актуальность этой идеи сохраняется, поскольку мы делали ставку на то, что в качестве негативного фактора стоит использовать именно ожидание дополнительных стимулов со стороны Европейского Центрального Банка. Эта идея по-прежнему актуальна, поскольку мы продолжаем обсуждать тему потенциального экономического спада в еврозоне и как следствие именно того. Ну, вчера вот еще американские рынки были закрыты. Соответственно, может быть, это внесло какой-то такой шум в динамику евро-доллара? Все верно. Сегодня мы видим то, что после вчерашней торговой сессии активность повыше, поскольку рынок уже недостаточно тонкий, большее количество игроков уже вернулись на площадки и, может быть, проявили интерес как раз к сделке, которая предполагает ослабление европейской валюты. Если бы мы продержали, в частности, эту сделку до текущей торговой сессии, то, в принципе, уже были бы в небольшом плюсе. И поскольку я уже отметил то, что потенциал ослабления этого актива сохраняется, я думаю, что если все, скажем, будет так, как планировалось в рамках прошлого обзора, то есть если и американская статистика поддержит доллар, давление на евро, напротив, только возрастет. Предлагаю обсудить еще одну валютную пару. У нас вопрос пришел на адрес электронной почты battle.rbctv.ru. Уважаемые телезрители, вы тоже можете направлять туда свои вопросы, комментарии, аналогично писать нам в Твиттер. Итак, вопрос от Антона Кришнева, который спрашивает. Давно не говорили про пару доллар-гена. Стою в шарте от уровня 102.55 со стопом 102.80. Хотелось бы услышать менее экспертов по этой паре. Артем, что думаете? Я считаю то, что краткосрочно очень хорошая сделка. То есть оставаться в шарте от этого уровня никуда не передвигать стопы? Вот, да. Только хотел отметить то, что в идеале бы сейчас просто перевести сделку на уровень без убытка, поскольку по этой торговой операции уже есть неплохой профит. И учитывая то, что у нас впереди на повестке этой недели есть фундаментальный форс-мажор в виде американской статистики, я бы все-таки допускал тот факт, что доллар может выстрелить. И чтобы на фоне присутствующей прибыли не уходить в убыток, разумеется, лучше остановить на том уровне, на котором был вход в эту сделку. Что касается ослабления, ну, собственно, до завтрашней торговой сессии у нас вечером протоколы ФРС, статистика ЭДП. То есть есть еще больше суток, чтобы покататься на текущем краткосрочном локальном тренде, указывающем на то, что пара юздиена может еще немного просесть. И, соответственно, профит тоже может быть побольше. А вот скажите, внесла ли какую-то коррективу в динамику японской иены та ситуация, которая произошла с Великобританией, с ее выходом из Евросоюза? Потому что мы ровно в тот момент начали наблюдать очень активное движение в японской иене, так же, как, например, в золоте. Безусловно, Brexit, выход Англии в состав ЕС и, сейчас уже говорят, начало процесса развала Европейского Союза, это, наверное, ключевой фактор геополитической напряженности, который присутствовал на рынке. И поскольку, собственно, этот сценарий выхода Англии был реализован, разумеется, трейдеры сделали ставку на интерес именно к защитным активам, к которым традиционно относятся японская иена вместе с франком. Но вот в отношении японской иены, честно говоря, я ожидал, что на уровне 100 иен, когда пара достигла этого рубежа, в игру вмешается японский регулятор с обещанными валютными интервенциями. К сожалению, этого пока не произошло, между прочим, от швейцарского банка мало кто ожидал, а вот они проявили решительность. Но в отношении все-таки японского регулятора есть еще подобные ожидания, может быть, они просто задержались, но дальше пару не пустят. Спасибо большое. Итак, давайте перейдем к сегодняшним рекомендациям. Начинает наша техническая команда. Николай, пожалуйста, ваши две минуты. Сегодня я хотел бы обратить внимание на то, что цены нефти консолидируются вблизи 50 долларов за баррель. И вот увеличение периода консолидации вблизи этих уровней, на мой взгляд, несколько повышает вероятность того, что цены нефти смогут пойти выше. Однако пока до сих пор вероятность снижения нефтяных цен от достигнутых уровней, на мой взгляд, кажется превалирующей. И на этой основе я предлагаю строить свои стратегии и на нашем рынке. Сегодня я предлагаю посмотреть на доллар-рубль и как бы предлагаю покупать доллар по отношению к рублю. Но использовать для этого либо фьючерсы, а еще лучше опционные контракты. Предлагается покупка опционов колл со страйком 70. В качестве хеджирующей позиции можно использовать дополнительные комбинации страдл или странгл. Тоже 70 и 60 по страйкам. Однако основную позицию считаю приобретение опциона колл. Страйк 70, цена 750. В результате мы можем поймать вот это предполагаемое большое колебание. А с другой стороны мы имеем ограничение по потерям, равное сегодняшней премии. Это порядка 750 рублей за опцион. Спасибо большое. Итак, опционная конструкция у нас сегодня участвует. В чем ее преимущество по отношению к фьючерсам, Николай? Преимущество состоит в том, что здесь можно добиваться различных вариантов. В данном случае я упомянул о том, что наряду с направленной позицией покупкой колл можно использовать дополнительный хедж страдл. Но, кроме того, здесь мы имеем ограничения по потерям. В данном случае это 750 для данной позиции. Спасибо большое. Итак, фундаментальная команда. Это ее рекомендации. Артем, пожалуйста, ваши две минуты. Да. Уважаемые трейдеры, сегодня я хочу предложить вам сделку, которая предполагает продажи британской валюты против американцев. Жаль, конечно же, что эфир не состоялся чуть раньше, поскольку мы, собственно, видели, как на азиатской торговой сессии и большей части европейской фунт находился под серьезным ударом. Что касается причин, почему фунт активно сейчас сливает. Их на самом деле очень много. Первый – это факт учившегося Brexit, о чем мы отчасти уже поговорили, и все вытекающие отсюда последствия. Потом – это пересмотр, соответственно, кредитного рейтинга Англии, IFE, S&P, MODIS, всеми рейтинговыми агентствами. Текущие прогнозы выставлены также на негативную ставку. Статистика, которую мы получаем в последний день, оставляет желать лучшего. Вот буквально некоторое время назад, несколько минут в прямом смысле назад, вышел отчет по индексу деловой активности в сфере услуг, который повторил негатив строительного сектора и также указал на то, что индикатор оставляет желать лучшего. То есть мы констатируем исключительно слабый макроэкономический фон, и это до тех пор, пока сам факт Англии еще не сказался на динамике этого валютного актива. И из первого и второго вытекает третий, может быть, более серьезный аргумент. Он связан с тем, что как раз из-за такой плохой фундаментальной картины может в любой момент в игру вступить и британский регулятор, который буквально некоторое время назад, если быть совсем точным, на прошлой неделе намекнул, что в ближайшее время готов поддержать стабильность финансовой системы и помочь рынку фондирования. Как это может быть выражено? Я думаю, что это снижение процентной ставки. Я в этом не сомневаюсь. Сто процентная вероятность. Единственный вопрос, когда это произойдет. Здесь могу предложить два сценария. Либо сразу резкое сокращение ставки до нуля с 0,5 в августе, либо последовательный ход по 0,25% в течение августа и сентября. Многие инвестиционные банки прогнозируют серьезное снижение. Я считаю, что оно началось буквально на сегодняшней азиатской торговой сессии. Дальше мы пойдем гораздо ниже. Итак, давайте обозначим точку входа в короткую позицию. Стоп-лосс, стейк-профит. Учитывая то, что я сказал, логично, конечно же, продолжать делать ставку на снижение. Но я все-таки бы сегодня рискнул, поскольку сейчас в данный момент времени идет конференция Карни, председателя банка Англии. И, может быть, он проявит решительность и добавит на рынок немножко оптимизма. Поэтому я бы предложил, несмотря на то, что сказал, сегодня сыграть даже на повышение от тех уровней, которые достигла пара сейчас. То есть мы рекомендуем в итоге покупку фунт-доллара от текущих уровней? Если мы рассматриваем краткосрок в рамках сегодняшней торговой сессии, после минимума... Кратко. Стоп-лосс, стейк-профит. Будем выставлять? Актуальные цены можно? Еще по возможности. У нас, к сожалению, остается уже буквально 10 секунд. Хорошо. Тогда в качестве стейк-профита было бы идеально добраться до отметки 1.31. Ну а стоп-лосс давайте тогда закинем на 30 пунктов от текущей цены. Спасибо большое. Итак, напомню, команду технического анализа на текущей неделе представляет Николай Подлевский, начальник аналитического отдела ЭК Церих Капитал Менеджмент, команду фундаментального анализа Артем Деев, руководитель аналитического департамента Амаркетс. Это рынки позиций Елена Хрупова. Не переключайтесь, вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин